Добрый день, уважаемые дамы и господа! Большое спасибо руководству университета за то, что предоставили такую возможность нам перед вами выступить. Вы уже послушали ряд лекций о фундаментальных проблемах мироздания, которые решаются в нашем институте. Но институт очень многоплановый и использует ядерные методы для различного рода исследований. В частности, для исследований свойств конденсированных сред, о которых я вам расскажу. То есть мы сейчас от такой высоких материй перейдем к более земным вещам, многие из которых, как вы увидите, имеют непосредственно отношение к практике. То есть если раньше мы говорили о том, что Фейнман определил, так, это не важно, о физике, про которую Фейнман говорил, что физика – это как секс. Обе активности могут давать какие-то практические результаты, но не потому мы ими занимаемся. То физика конденсированного состояния, она как бы ближе к жизни, ближе от сахи как бы. И почему нейтроны? Потому что нейтроны уже несколько раз звучали в разных лекциях. Вы видите, что при исследованиях от 10 в 15 метров до галактических размеров, проходя через все диапазоны размеров, мы можем каким-то образом либо исследовать свойства нейтрона, либо использовать нейтрон как пробу для исследований. То же самое, если мы смотрим на временные шкалы, то от 10 минус 15 секунды до каких-то уже галактических времен нейтроны играют свою роль. И вот в большом диапазоне как размеров от межатомных расстояний вплоть до масштабов реальной жизни, о которых примеры я вам тоже покажу. Это уже сантиметровые и метровые объекты мы можем исследовать с помощью нейтронов. И по временам от 10 минус 12 секунды вплоть до реальных долей секунды можно исследовать, например, как работает двигатель внутреннего сгорания с помощью нейтронных исследований. То есть нейтрон, он такой мастер на все руки. С ним можно очень большое количество различного рода и интересных, и зачастую очень важных исследований проводить. История нейтронных исследований в Дубне началась с первого директора института, Дмитрия Ивановича Блохинцева. Дмитрий Иванович известен во многих ипостасях, по крайней мере, его учебник «Квантовая механика», по которому я, правда, не учился, но говорят, он очень популярен был и очень хороший. Но вот легенда приписывает Дмитрию Ивановичу то, что он был дублером Курчатова. То есть если бы у Курчатова бомба не взорвалась, Курчатова бы расстреляли. И тогда Дмитрий Иванович должен был бы на замену ему возглавить атомный проект и делать, чтобы бомба взорвалась. К счастью для Курчатова бомба у него взорвалась, он получил награды, премии. А Дмитрий Иванович в результате был директором первой атомной станции, построенной в Советском Союзе в Обнинске, и директором физико-энергетического института. И оттуда его пригласили возглавить вновь создаваемый международный институт в Дубне. И он пришел не с пустыми руками, он знал хорошо ядерное оружие, знал весь механизм взрыва. И поэтому у него была идея, а давайте мы во многих экспериментах, которых проводились тогда уже в мире на ядерных реакторах с нейтронами, зачастую использовался метод механического прерывания пучка, чтобы создать импульсные пучки нейтронов. Тогда можно, скажем, энергию нейтрона определять по времени пролета определенного расстояния. То есть вы знаете, когда нейтрон, о чем вам Володя рассказывал, нейтрон в начале своей предыдущей лекции, нейтрон вылетел из точки А, и вы запустили часы, а стоя на каком-то расстоянии в точке Б, регистрируете его приход, и зная расстояние делите его на время, получаете скорость, оттуда рассчитываете энергию, длины волны и все прочие характеристики. То есть вот такие до сих пор эксперименты очень широко используются на практике. Но, представляете, ядерный реактор работает непрерывно, производит нейтронный пучок, а вы из него вырезаете узенькую полосочку. В результате вы более 90% нейтронного потока, который и так слабый, по сравнению, скажем, с потоком фотонов от синхротрона или даже от обычной лампочки, поток нейтронов очень слабенький. И вы 90% теряете. Поэтому Дмитрий Иванович решил, а давайте возьмем бомбу, то есть возьмем критмассу делящегося материала, распилим ее пополам, одну часть зафиксируем, а вторую часть критмассы поместим на быстро вращающийся диск. Когда они будут совмещаться, у нас создастся надкритичные условия, как бы будет развиваться активно-цепная реакция, и будет за тот короткий период времени, пока одна часть критмассы пролетает рядом с другой, у нас будет рождаться мощный нейтронный импульс. А когда колесо ее открутит в сторону, реактор погаснет. Вот такая была идея, и она была реализована. Блохинцев пригласил Франка Илью Михайловича, который в 1957 году получил Нобелевскую премию за теоретическое объяснение эффекта Вавилова-Черенкова. О черенковском излучении тоже уже речь сла. Вместе с Тамом и Черенковым они получили эту премию. Работал он тогда в ФИАНе, был профессором ГУ. Во время войны был в эвакуации в Казани, работал в Казанском университете, о чем очень тепло вспоминал. О том трудном, но продуктивном для него времени. И Блохинцев, значит, пригласил Илью Михайловича возглавить работу по созданию вот такого реактора, где два куска делящегося материала пролетают быстро друг напротив друга, рождая мощный нейтронный импульс. И вот вместе со своим заместителем, Федором Львовичем Шапира, членом-корреспондентом Академии наук и тоже профессором Московского государственного университета, они возглавили вновь созданную лабораторию нейтронной физики. И с 1957 года по 1961 год этот реактор был создан, причем создан был полностью силами лаборатории. Все проектирование, расчеты и многие части, ну кроме ядерного топлива, были изготовлены в институте, в лаборатории нейтронной физики. Вся механика была сделана. И первый реактор имел мощность всего 1 кВт, среднюю тепловую мощность, ну как утюг современный, поэтому он не нуждался ни в каком охлаждении. Но, конечно, идея претерпела изменения. На самом деле был взят кусок плутония в виде стержней. Использовался оружейный плутоний, чистый металлический оружейный плутоний, который в ядерной бомбе используется. Из него были сделаны такие цилиндрические стержни. Из этих стержней были набраны сборки такие. И они были поставлены друг напротив друга. А вот между ними вращалось колесо, в которое был запрессован кусок урана-235. То есть идеологически это было то же самое, но технически было реализовано несколько по-другому. Когда этот кусок урана пролетал мимо плутония, развивалась мощная цепная ядерная реакция. И несмотря на низкую, среднюю мощность 1 кВт, реактор производил достаточное количество нейтронов, чтобы можно было проводить исследования по нейтронной ядерной физике. Актуально и очень в то время. Потом реактор мощность подняли до 6 кВт, поставив вентилятор, чтобы он отдувал тепло от зоны. Потом поставили более мощные гелевые газодувки. И мощность реактора этого была доведена до 30 кВт. Средний. Вот так это все начиналось. Этот реактор довольно долго и успешно работал. Даже я, придя на работу после университета, застал еще его в добром здравии и провел какие-то на нем эксперименты. Но в 1984 году был создан новый реактор. Похожий, но технически совершенно по-другому реализованный. Тоже импульсный реактор на быстрых нейтронах. Проектировался он на 4 мегаватта, но разрешение было получено на 2 мегаватта средней мощности. И здесь важно отметить, что мощность-то средняя низкая. Это примерно мощность университетского реактора. Или вот в МИФИ есть учебный реактор исследовательский. Вот у него где-то там 1,5 мегаватта средняя мощность. Но сейчас я вам покажу, как он работает. Но он рождает нейтроны в виде коротких импульсов, вспышек. И во время вот этой вспышки мощность реактора, вы помните, Слава Егоров вам сказал, 3 гигаватта. Мощность современной атомной станции – 3 гигаватта. Значит, во время вспышки наш маленький реактор развивает мощность 2 гигаватта. При средней мощности 2 мегаватта. А во время вспышки тепловая мощность 2 гигаватта выделяется. Вот. Он успешно работал. В период с 2006 по 2010 год был модернизирован. Но модернизация заключалась в том, что все старое оборудование надо было демонтировать. И фактически новый реактор в старое здание вновь смонтировать. И это было успешно сделано. Сейчас реактор работает на эксперимент. Какие-то примеры я вам покажу. Он открыт для внешних пользователей. Есть совершенно четко структурированная и понятная инструкция, как получить время на этом реакторе. Никаких денег мы не берем. Примерно как это делается я вам расскажу. Итак, вместо того, чтобы вращать кусок делящегося материала возле зоны, это невозможно сделать, невозможно обеспечить теплосъем в основном при такой конструкции. Поэтому было решено сделать реактор таким образом, что активная зона у нас теперь сделана из высоко обогащенной двуокиси плутония. Примерно 100 килограмм. Активная зона охлаждается жидким натрием, который прокачивается снизу вверх. И это жидкий натрий качается без перерыва. Это 365 дней или 366 високосный год в году. Утром, днем, ночью. Поэтому сменный персонал работает у нас в таком режиме без перерыва. Зона окружена, она такой шестигранник неправильной формы. В сечении представляется пяти грани. Она окружена стационарным отражателем нейтронов, который отражает нейтроны, которые рождаются внутри зоны обратно. А с одной стороны вот такие два пропеллера крутятся. Это называется у нас подвижным отражателем. Когда они оба совмещаются напротив центра зоны, то они впрыскивают в зону дополнительное число нейтронов, переводя ее в надкритическое состояние. То есть зона доводится до уровня подкритичности, очень близкой к критичности, на 2% ниже критичности. И за счет дополнительных нейтронов, отражаемых от этих лопастей, когда они пролетают мимо центра зоны, происходит на 1-2% превышение критичности. То есть фактически происходит управляемый, это не взрыв, но это всплеск цепной ядерной реакции, которая, если оставить их в неподвижности и не иметь систем защиты, то все это, конечно, не взорвется, но расплавятся и неприятности будут крупные. На самом деле самая уникальная вещь – это вот эти лопасти, вращающиеся, потому что зона такая была разработана в Обнинске, это реактор на быстрых нейтронах, БР-5, с небольшими модификациями эта зона была использована и проектирование нашего реактора. А вот эти лопасти, сейчас они вращаются с более медленной скоростью, но до модернизации, вот если кто хорошо механику знает, поймут, значит, вес каждой лопасти 700 килограмм, диаметр 2 метра, и лопасть вращалась со скоростью 1500 оборотов в минуту. При таком диаметре просто от трения воздуха, она страшно разогревается, поэтому они вращаются в гелевой атмосфере, в специальном кожухе. Допустимое биение вот этой вот такой лопасти, дурой так по 700 килограмм, 10 микрон, плюс-минус 10 микрон. То есть зона очень чувствительна, конечно, к расстоянию отражателя от зоны, поэтому вот специальные датчики, емкостные контролируют биение, очень точно должно быть все это сбалансировано, прецизионно сделано. В общем, это такая некая уникальная вещь. Итак, 5 раз в секунду реактор рождает мощные нейтронные импульсы. Между импульсами, ну, там что-то есть от запаздывающих нейтронов, но по сравнению с нейтронным импульсом можно в первом приближении сказать, что как бы нейтронов между импульсами и нет. А почему это хорошо? Потому что 2 мегаватта выгорания, очень медленное топливо. Если вот Егоров сказал, что на станции каждые 50 дней меняют топливо, то же самое. Через 50 дней идет замена топлива. Через 50 дней идет замена топлива. Для того, чтобы вспышку сделать короче. Они вращаются с разной скоростью, в разных направлениях, и это позволяет ширину импульса уменьшить. И вот эти специальные вырезы сделаны. Все это тоже рассчитано методом Монте-Карло. Это тоже, чтобы ширина вспышки импульса была как можно короче. Так я утверждаю, что на стационарных реакторах и на атомных станциях период выгорания зоны от 40 до 50 дней. Поверьте мне, я знаю. У нас зона выгорает за 25 лет из-за того, что мощность очень низкая. Стоимость загрузки, даже нашей 100 кг, составляет примерно полтора миллиона долларов. То есть, если бы нам пришлось каждые два месяца института платить по полтора миллиона долларов за новую загрузку, то, наверное, мы бы так активно не работали. То есть, реактор он такой достаточно компактный, хотя, вот о чем Егоров говорил, он как в Димитровгарде, да. Это примерно полтора метра высотой, ну и как вот ведро, оцинкованное с водой, в диаметре. И вот если посмотреть на импульсную мощность, видите, это, конечно, некая такая лукавая картинка. Средняя мощность у нас маленькая, поэтому средний по времени нейтронный поток у нас, конечно, низенький. Но зато в импульсе нейтронный поток очень высокий. И сейчас только вот американцы и японцы, построившие нейтронные источники следующего поколения на мощных протонных ускорителях, они превзошли по потоку наш реактор, по импульсному тоже потоку превзошли наш реактор. Но если наш реактор капитальная стоимость, ну в советские времена он обошелся в 60 миллионов рублей, ну будем примерно считать, да, советских, это примерно 60 миллионов долларов, то вот эти вот штуки американские, японские, это полтора миллиарда долларов только к обложению. Вот. Но эксплуатационные расходы у нас намного ниже. И вокруг реактора у нас расположены различные нейтронные спектрометры для исследования структуры материалов на порошках, на монокристаллах, некристаллических материалов, жидкостей. Малоугловая установка для исследования надмолекулярных структур. В основном это биология, значит, различные белковые, полимерные макромолекулы. Рефлектометрия – это отражение нейтронов от поверхности материалов и скрытых границ раздела сред. То есть это для исследований тонкопленочных структур, как для чисто физических, так и для прикладных исследований. Неупругая рассеянная для исследования, как атомы, молекулы движутся в веществе за счет тепловых флуктуаций. Есть какие-то небольшие исследования по ядерной физике. Нейтронная томография. Я покажу немножко активно. Мы начали последние три года. И нейтронный активационный анализ. Это для примера, как выглядит одна из последних установок, которая создана. Это, конечно, не ЦЕРН и даже не ядерная физика, но они несколько десятков метров – это типичный размер установки от центра зоны реактора до положения, где находится наш детектор. Ну и исследования у нас ведутся не только по физике, потому что нейтроны используются сейчас в очень широком круге научных дисциплин. Ну вот по прошлому году, этот год не закончился, статистика у нас еще не подведена. Ну все-таки, конечно, доминирует физика, но и химия, и геология, материаловедение, прикладные исследования, биология, биофизика, биохимия – все это реализуется на нейтронных пучках, на установках нашего реактора. И принцип, по которому мы проводим эксперименты, это не то, что сидит какой-то высоколобый, как Слава сказал, яйцеголовый ученый на установке и решает, что сделать. Значит, у нас два раза в год принимаются предложения от пользователей. Как это сделать, можно найти на страничке лаборатории, на которой можно выйти через страничку института, там есть некая форма, в которой самое правдое нужно сформулировать. Достаточно сумасшедшую задачу научную, если эксперты потом международные, независимые, наши люди туда не входят, признают идею достаточно сумасшедшей, наши люди оценивают техническую реализуемость ее, и дальше, ну вот для российских пользователей, по-моему, мы частично даже расходы по проезду, проживанию уж точно покрываем, и никаких денег, конечно, за исследование не берем. Вот, и видите, вот по статистике у нас примерно было 163 реализованных эксперимента в 2014 году, 197 экспериментов было предложено в 2015, 174, принято и реализовано. Ну и вот, видите, страны, совершенно большая география стран, откуда ученые приезжают проводить эксперименты, подают свои предложения, причем не обязательно это страны, участницы института, или даже страны, как Германия, у которой есть соглашение на правительственном уровне, например, вот Латвия, что у нас там. Ну, здесь да. Но из Франции были, из Кореи были люди, то есть приезжают люди из стран, которые совершенно формальных отношений с институтом не имеют. Ну, теперь коротко, как организован нейтронный эксперимент, в принципе, он организован очень просто. Значит, чтобы сделать хороший эксперимент, надо иметь интенсивный источник нейтронов. Это у нас есть. Это мы вам дадим. Всякие устройства для формирования нейтронного пучка, проводки его к образцу, это все у нас есть. Системы для анализа параметров рассеянного пучка у нас есть. Нейтронные детекторы есть, и мы над их развитием активно работаем. Это вот образцы. Образцы мы сами не делаем. Мы институт ядерный. Мы в этом смысле обеспечиваем сервис. Да, у нас есть своя научная программа, есть свои научные связи, и физики делают какие-то свои эксперименты, но в любом случае сами мы никаких образцов не делаем. Нам их делают химики, биологи, материаловеды, и мы совместно в таком сотрудничестве реализуем эксперименты. Вы приготовляете нейтронный пучок с нужными вам характеристиками, то есть выбираете нейтроны каким-то образом, разными способами это можно сделать, нейтроны с необходимой скоростью, летящие в нужном направлении, облучаете свой образец и анализируете интенсивность рассеянного нейтронного пучка в зависимости от угла рассеяния и анализируете, как энергия нейтрона в общем случае изменяется в процессе рассеяния за счет взаимодействия с образцом. Получаете в итоге так называемый треугольник рассеяния, то есть есть некая передача импульса, то есть вы анализируете, на какой угол сколько нейтронов рассеялось и строите зависимость интенсивности нейтронных рассеяния нейтронов в зависимости от передного импульса в процессе рассеяния и изменения энергии нейтрона в процессе рассеяния. В итоге вы на детекторе получаете иногда очень симпатичные картинки и с помощью математических методов анализа вы отсюда извлекаете информацию о свойствах своего образца. То есть вот, как я сказал, строите так называемый треугольник рассеяния, изменение импульса нейтрона, изменение энергии нейтрона в процессе рассеяния дает вам информацию либо о пространственном расположении атомов и молекул в веществе, а в общем случае и о том, как это пространственное расположение меняется со временем, либо это пространственное распределение спинов, магнитных моментов на ядрах или атомах и как эти магнитные моменты флуктуируют под воздействием тепловых флуктуаций. Это вот все можно делать с помощью нейтронов. Это можно все делать и другими методами, но у нейтронных методов есть ряд преимуществ, потому что нейтрон, уже не раз говорилось, частица без заряда, электрического заряда, поэтому нет никакого кулоновского барьера, он глубоко проникает в материал, глубоко до нескольких сантиметров в стали, ну 2-3 сантиметра стали тепловой нейтрон может пройти. Это важное преимущество, потому что мы можем исследовать объемные свойства образца, они только поверхностные, но также мы можем исследовать, я вам покажу один пример, просто реальные вещи, которые используются людьми, а мы можем заглянуть внутрь их, не разрушая, не разломая их. Значит, он обладает аномально большим для нейтрона магнитным моментом, то есть это такой магнитометр, с помощью которого можно чувствовать магнитные моменты на атомах или ядрах и изучать магнитную структуру и магнитное возбуждение в материалах. И, что важно, сечение рассеяния нейтрона с ядром, оно не зависит регулярно, то есть оно зависит, но не регулярно, от одного номера вещества. Если сечение рассеяния, скажем, рентгеновского излучения, синхротронного излучения, электронов, оно, поскольку идет на электронных оболочках атома, чем больше электронов на электронной оболочке, тем больше сечения взаимодействует, ну или форм-фактор, неважно, там уже не будем в детали вдаваться. А здесь нет регулярной зависимости. Вот тяжелый изотоп водорода до итерий гораздо лучше рассеивает нейтроны, чем алюминий. И даже лучше, чем железо. То есть в этом смысле это дает преимущество, я вам покажу. Начнем с того, что нейтроны могут глубоко проникать в материал и смотреть, что там внутри, не разрушая. Вот один из примеров. С Тайванем это было сделано. Вот на Тайване они делают аккумуляторные батареи большой емкости. И они, естественно, большое усилие предпринимают на то, чтобы электрохимические свойства этих аккумуляторных батарей улучшить. И вот они обнаружили, что вот если... Ну, анодный материал – это, собственно, углерод, а катодный материал – это некий ионный проводник по литию. Обычно это вот мы знаем литиевые батарейки. Так вот этот вот литиевый материал, он имеет такую пировскитоподобную слоистую структуру. Между вот этими слоями, значит, этот литий может там плавать при определенных условиях. Так вот, свойства этого катода оказалось, что существенным образом улучшаются, если стандартное железо ПО-4 материал допировать ванадием. И были проведены в реальном времени эксперименты. То есть мы делали нейтронную дифракцию, просвечивая вот эту реальную батарейку через ее корпус, не разбирая, не вытаскивая ни модельный материал, просто сам этот аккумулятор, просвечивали, заряжали, разряжали, заряжали, разряжали в процессе эксперимента. И смотрели, какие вещества, какие фазовые переходы, какие вещества формируются внутри катода и внутри анода в этой батарейке в процессе разряда и заряда. Вот эти материалы были опубликованы, и показана была корреляция между улучшением электрохимических свойств и специфическим, значит, образованием специфических карбидов лития внутри этой батарейки. Ну, стандартное применение нейтронной дифракции – это определение позиций водорода. Как я сказал, вот если вы берете изотоп водорода, он очень хорошо рассеивает нейтроны, поэтому всякие вот вещи, содержащие водород, содержащие вещи, можно эффективно исследовать с помощью нейтронов с гораздо большей точностью, чем даже на много более высокопоточных источниках фотонов, как синхротроны. То есть это такое традиционное использование, мы это тоже делаем. Ну, вот разные материалы, люди все еще пытаются найти материалы для хранения водорода, для водородной энергетики, для водородных двигателей. Вот это тоже у нас как бы традиционное такое направление идет. Вот чем лаборатория уникальна? Это тем, что у нас очень хорошо развита техника исследований при высоких давлениях. Причем мы можем исследовать, комбинировать изменение температуры примерно от 10 кельвин до 100 градусов Цельсия. И давление, ну, в различных типах наковалин мы делаем. Значит, вот в сапфировых наковальнях это 10 гигапаскаль, это примерно 100 килобар. А в алмазных сейчас проведены у нас эксперименты. Первое – это 35 гигапаскаль или 35 тысяч атмосфер. Вот. Это довольно… 350 тысяч атмосфер. Это уникальная вещь. И для исследований магнитных структур таких возможностей сейчас в мире нет даже у американцев. для таких высоких давлений, с тем, чтобы еще и по температуре можно было варьировать. А эффектов, которые можно исследовать, физических явлений и практических приложений очень много. И я вам расскажу только один пример, приведу исследований. Очень много. Вот эта вот установка производит у нас публикации в Нейче, не говоря о физреве, это просто уже рутинные. Пиареллы Нейче производят. К сожалению, другие не так эффективны у нас, не на таком уровне находятся. Ну вот, одна из публикаций, которая в Нейче попала, это зонный метамагнетизм. Значит, если вы возьмете соединение редкого земельного металла и 3D-металла, например, редкая земля с кобальтом исследовалась, то если редкоземельный металл не магнитный, как лантан, вот соединение лантана с 3D-металлами дают вам немагнитный сплав. А если вы берете магнитные редкоземельные ионы, как тербий, гольмий, и сплавляете их с тем же кобальтом, то оказывается, что магнитные моменты, локализованные на редкоземельных атомах, они как бы поляризуют электроны проводимости, и возникает дополнительный магнетизм. Это и для сверхсильных магнитов компактных очень важно. И считалась, вот общепринятая была гипотеза, что, ну да, это поляризация электронов проводимости локализованными магнитными моментами на редкоземельных ионах, и, собственно, поведение на магниченности, скажем, кобальта должно полностью повторять поведение на магниченности редкой Земли. Ну, в зависимости от термодинамических параметров. И был целый ряд у нас исследований проведен, и это вроде бы подтверждалось. Значит, вот у нас исследовали Эрби, Гольмий, Терби, дисфрозий. Ну, до долинии нет, он поглощает нейтроны. Вот, и везде, казалось бы, вот эта теория подтверждается. Вот прикладывали давление, это у нас Гольмий, Кобальт-2. Под влиянием давления происходит изменение магнитного момента на Гольмии. Здесь температура, и вот для трех давлений показано, как давление меняет критическую температуру Кюри на Гольмии и как влияет на поведение на магниченности. И на Кобальте действительно более-менее следовало этим же тенденциям. Но когда взяли Эрбий, Кобальт-2, то оказалось, что на Эрбий, на магнитные свойства Эрбия, давление практически не меняет, температура Кюри не меняется, температурное поведение на магниченности на Эрбии не меняется. А на Кобальте, оно мало того, что в противоположную сторону намагничен Кобальт по сравнению с Эрбием, но и под влиянием давления уменьшается значение температуры Кюри, уменьшается на магниченность насыщения. Чудес, конечно, нет. Теоретики провели расчеты. Все это объясняется зонными расчетами электронной структуры. Но, тем не менее, вот это Nature сошла возможным опубликовать, потому что это многие годы общепринятую гипотезу о метамагнетизме зонных электронов проводимости разрушила и показала, что, в общем, надо действительно каждый раз смотреть на реальную зонную электронную структуру. Вот чисто такое исследование. В трансформаторное масло обычных трансформаторов зачастую добавляют наночастицы магнитные. Они как бы обеспечивают лучший теплообмен, лучшее охлаждение и повышают мощность трансформатора. И вот люди, которые исследуют свойства вот этих наночастиц в масле, обнаружили, что при приложении электрического поля, вот помещали в пробирку два электрода, прилагали электрическое поле. И вот если сначала была какая-то гомогенная масса этих наночастиц, взвешенная в масле, то со временем, видите, появлялись такие растения, видные агломераты. Ну, они вот предложили исследовать это с помощью нейтронов. С помощью нейтронов удалось посмотреть, как вот эти нитевидные квазикристаллы из этих наночастиц формируются в этом масле и какова их топология. Ну, более интересные вещи, как я сказал, это исследование различных биологических объектов. Есть такой белок магнетоферритин. Это белок, который представляет собой полую сферу. И внутрь этой сферы, поскольку это белок биосовместимый, то его можно инжектировать человеку в кровь, он не отторгается. А внутрь этой полой сферы можно помещать или лекарственные вещества, или вот как в нашем случае помещались наночастицы гематита, окиси железа. Ну, вот это важно, потому что вот с помощью таких магнетоферритиновых частиц используют их для разрушения амилоиды. Амилоидные агрегаты – это тоже другой белок, который в нормальном состоянии, он такой гауссовый клубок образует, такой рыхлый. А если человек, когда болеет болезнью Альцгеймера, или диабетом, или Паркинсона, то эти амилоиды превращаются в такие длинные спиралевидные палочки, жесткие. И вот эти вот наночастицы железа, они способствуют разрешению вот этих амилоидных образований. Ну и в перспективе, может быть, считают медики, может быть, удастся каким-то образом вот это использовать для коррекции болезней таких, как Альцгеймер, Паркинсон, которые сейчас неизлечимы. Поэтому исследовалась стабильность вот этого магнитоферритина в зависимости от концентрации, от количества наночастиц, которые во внутреннюю полость загоняются. И исследовалась, наоборот, стабильность или эффективность разрушения вот этих амилоидных палочек и фибров этих в зависимости от того, сколько вы нагнали в этот магнитоферритин магнитных частиц. Ну, кроме того, есть чисто прикладные исследования с помощью нейтронов. Опять же, поскольку они очень глубоко в материал проникают, вы можете исследовать неразрушающим способом, скажем, внутреннее напряжение. В материалах это не очень интересно на только что изготовленных материалах, как правило, инженеры умеют считать, но в процессе эксплуатации могут накапливаться какие-то напряжения, которые, в общем, вот людям интересно исследовать. Ну, вот одно из исследований – это внутреннее напряжение в колесах подвижного состава железнодорожного в процессе эксплуатации вот исследовалось. Также похожие исследования делаются и для геологических образцов, исследовались и внутренние напряжения в различных геологических образцах, и из кольской сверхглубокой скважины исследовались образцы из различных где-то геотектонически активных областей, и их текстура, и внутреннее напряжение в геологических материалах позволяют те или иные геотектонические гипотезы проверять. Вот это у нас тоже этим занимается. Это чисто прикладные исследования, исследования выпадений из атмосферы тяжелых металлов. Это биомониторинг, причем это биомониторинг больших достаточно территорий, зачастую целых стран. Эта активность идет под эгидой объединенных наций. Очень много грантов дается и странами, и, собственно, и объединенными нациями, и Евросоюзом, комиссией Евросоюза. Ну вот есть такие мхи, биомониторы, есть мхи, которые не имеют корневой структуры, они все питательные вещества берут из атмосферы. И они растут, вот как у деревьев, знаете, годовые кольца есть, а у мхов этих есть такие годовые перетяжечки. Поэтому вы можете знать верхушечка этого года, предыдущая перетяжечка этого года. Вы можете их сегментировать, и с помощью этой сегментации, исследуя элементный состав, а с помощью нейтронов на нашем реакторе, в одном измерении можно определить концентрацию на уровне ppm сразу 40 элементов, вы можете исследовать, как менялась, скажем, степень загрязнения теми или иными веществами данной территории. Исследования проводились, видите, очень много где, в Белоруссии и в Словакии, это последствия чернобыльского катастрофы, и в Египте, и в Южной Африке. В Южной Африке устриц, которые мы сегодня поминали, исследовали, как они вот в процессе женинедельств накапливают какие-то у себя там тяжелые металлы. В общем, очень широкая активность, очень это интересно молодежи, причем здесь школьники даже участвуют в сборе, вот Станислав это активно поддерживает, школьники собирают этот биоматериал, значит, определенным образом препарируют. Конечно, облучение на реакторе уже делают люди, которые обученные, но анализ данных, то есть подготовку образцов и анализ данных делают уже даже на уровне школьников, потому что настолько вот инфраструктурно это все подготовлено, что можно привлекать людей и без глубокого знания, собственно, механизмов того, как метод работает, а уже непосредственно для получения результатов. То есть люди используют ядерно-физический метод, а защищаются по экологии, по охране окружающей среды, диссертации у нас вот такие есть, довольно много, которых к физике никакого отношения не имеет. Ну и вот я сказал, мы недавно относительно начали заниматься нейтронной томографией, то есть нейтроны опять глубоко проникают в вещество, поэтому вы можете обеспечить неразрушающим образом, посмотреть, что там внутри. Вот палеонтологам, в частности, они находят всякие окаменевшие объекты, им интересно посмотреть, как вот эти объекты были устроены, когда вот эта, например, ящерица жила. Вот такой скелет у нее головы, разрушать его нельзя, таких немного совершенно в мире артефактов. А с помощью нейтронов можно заглянуть внутрь, сделать несколько тысяч проекций в нейтронном пучке и построить вот трехмерную 3D-картинку. Я вам сейчас покажу два примера. Один, который мы сделали, это простой, это амбарный замок, как вид изнутри в нейтронном свете, а один, то, чего мы еще не достигли, у нас пока пространственное разрешение 250 микрон, ну и мы довольно грубо только можем какие-то тонкие детали смотреть. Лучшие нейтронные томографы на сегодня имеют разрешение 10 микрон. Ну, синхротрон там меньше микрона, но это уже в силу особенностей. В общем, вот до микрона, может быть, когда-то нейтроны дойдут, мы вот стремимся к тому, чтобы ниже 100 микрон идти. Вот, поэтому основная часть у меня на этом закончена. Я всех молодых ученых призываю прекратить волноваться и полюбить нейтроны. На этом благодарю вас за внимание. А сейчас я вам две анимации покажу. Одна, как я говорил, получена у нас в лаборатории, а одна – это из Швейцарии, с кем мы сотрудничаем, из Тутпауля Шерера. То есть у нас это будет вам просто демонстрация. У нас много таких анимаций, в частности, вот этот скелет и какие-то шишки доисторические на стенде показаны вещи. И реально, скажем, инженерные вещи. Скажем, вот при сварке аргоном нержавейки зачастую аргоновые пузырьки появляются в сварочном шве. Вот, и это у нас люди смотрят вместе с внутренними напряжениями в шве, смотрят вот аргоновые пузырьки, скажем, дефекты. Все это можно посмотреть. Итак, амбарный замок в нейтронном свете. Да, вот видите, вот это вот его корпус и вот механизм запирания пружинки. Вот сюда ключик вставляется, когда вы запираете, отпираете этот замок. Вот сюда ключ вставляется. И вот это вот. Это вот все как бы иллюстрация того, что можно видеть с нейтронами. А вот то, что люди делают на самом современном уровне, сейчас я вам тоже покажу, это то, к чему мы стремимся и активно работаем. Надеюсь, что через года 2-3 мы достигнем такого уровня. Итак, это микротомография. Нейтронное – это то, что пока умеют только швейцарцы делать. Они исследовали впрыскивающий инжектор дизельного двигателя. Значит, он состоит из такой металлокерамики, в которой есть полости, через которую топливо из бака дизельное впрыскивается в цилиндр через вот такие маленькие дырочки. Эти дырочки, они 0,15 мм в диаметре. И вот с помощью нейтронов вы можете заглянуть внутрь этой вот камеры. Вот оттуда топливо поднимается сюда, и вот через эту дырочку оно впрыскивается в цилиндр дизельного двигателя. Можно заполнить это все топливом, поскольку оно водородсодержащее, солярка, то вот она очень хорошо будет видна. Вы стеночки можете с помощью компьютера убрать и видеть равномерность распределения топлива внутри этого инжектора. И это было вот как... Это не совсем последний материал, это десятилетней давности, но это было в инженерном журнале швейцарском опубликовано как одно из важных достижений в такой технологии диагностики качества инженерных изделий. Вот я вам точно скажу, что французские дизели плохие для легковых, по крайней мере, автомобилей, а немецкие хорошие. Поэтому, конечно, вот такие вещи, они существенно интересуют промышленность, и мы также этим занимаемся. Все, спасибо. Аплодисменты. 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 Аплодисменты.